Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать простой рисунок. Это Тажесники на озере, от которого вес свежим бризом и свободой. Для начала рисуем бредю горизонта. Так, теперь начинаем рисовать. Парусники на озере важны. Вот основные принципы, о которых нужно помнить работа над композицией. Все они использованы в этом рисунке. Первое, это расположение. Лодки расположены ритмически, и это радует глаз больше, чем беспорядочность. Комбина. Возьмем большие и маленькие парусники и нарисуем их на разном расстоянии друг от друга, и от горизонта изображение стало глубоким. Линия горизонта. Мы сделали упорно-горизонтальные линии в противовес диагонали. И эти добились спокойного настроения. Горизонт, линия облаков, лодочные палубы, все это расположено горизонтально. Вот. Рисуем парусник. Идет до сюда. С другой стороны. Здесь мы рисуем человека, который управляет. Рисуем парусник. Так. Повыше мы рисуем еще один парусник. Здесь вот. Вот. Продолжение следует... Вдали видны только паруса. Сами лодки исчезают за горизонта. Интересует... Бока. Двойная линия пауков делать небо глубоким. Горизонт совпадает с кромкой воды. Здесь тоже. Справа от киля видит кусочек другого борта. Так лодка выглядит более объемной. Нарисуйте воду так, чтобы лодка оказалась сжатой между волнами. Ближняя водка перекрывает дальние. Так отдельные элементы картины соединяются в общий сюжет. Возникают ощущения глубины в ответе. Подписываемся. Я уже повелась углажью. Чуть-чуть разукрасила. Делаешься за хорошо у человека. Возникают неожиданность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА